Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о самом интересном событии, которое проходит в эти дни на английском острове Бен. Более конкретно в столице этого острова, в городе Дуглас. Напомню, что речь идет о так называемых больших швейцарских фиде, в которых, а это мужское, точнее сказать, открытое и женское соревнования. Так вот, в каждом из них будут названы по два участника и две участницы грядущего турнира претендентов и претенденток, которые состоятся в Торонто. Начнутся они 2 апреля следующего года, если, конечно, никаких форс-мажорных обстоятельств не случится. В первом выпуске, посвященном этому событию, я уже достаточно подробно рассказывал, какова сейчас ситуация с появлением претендентов, кто уже обеспечил себе право выступить на турнирах претендентов и претенденток, и начал рассказывать о самых интересных из сыгранных партий. При этом стоит отметить, что вопреки традиции, характеризующие подобные массовые швейцарские тем, что в первых турах ничего слишком интересного не происходит, поскольку между собой встречаются шахматисты разных весовых категорий, в данном случае это не совсем так, так как участников и участниц не так уж много. То есть в мужском соревновании это 114 человек, а в женском 50, иными словами, стыковые поединки, поединки, в которых не всегда можно предсказать исход, более того, даже не всегда можно однозначно выделить явного фаворита, начинаются уже во втором, а в третьем туре это точно. И вот сегодня я расскажу об открытом турнирах соревнований, о трех партиях на трех первых столиках, на первых досках, и начну, собственно, с поединка рейтинга фаворита шахматиста, который уже обеспечил себе участие в турнире претендентов Фабиана Каруаны, сейчас он обладатель второго рейтинга в мире после Мактуса Карсена, и того самого Нимана, ставшего знаменитым после известного знаменитого эпизода, приветшего на турнире в Сент-Луисе, на Сингфилд Кубке Сингфилда, к тому, что Магнус Карсон выбыл из этого соревнования, а Ниман, который, по всеобщему мнению, был незаслуженно, скажем так, осужден сильнейшим шахматистом планеты, а Ниман стал знаменитым. И вот на этот раз, хочу сказать, в Дугласе Фабиана Каруана и Ханс Ниман, два американских гроссмейстера, встретились уже во втором туре, и, собственно, вот с этой партией я и начинаю рассказ о сегодняшних событиях, при том, что запись этого эфира я веду в тот момент, когда не все, далеко еще не все партии второго тура, второго игрового дня закончены, но, надеюсь, к концу записи появится большая ясность, и я сообщу о наиболее любопытных результатах. Итак, Фабиана Каруана против Ханса Нимана. Первый ход Фабиана Каруана, Е2, Е4, соперник ответил Е7, Е5, конь Ф3, конь С6, и белый слон вышел на В5, то есть Каруана иногда выводит слон на С4, иногда на В5, но в данном случае слон В5, и вот сама постановка дебюта Фабиана Каруаны свидетельствует о том, что он на многое не претендует. При этом стоит отметить особо или подчеркнуть, что у Фабиана Каруана огромный опыт разыгрывания этих положений черными, то есть сам он при игре черными, во-первых, как правило, играет Е5 на Е4, а во-вторых, идет вот на эту самую позицию, коль скоро белые продолжают Д2, Д3, ну, уклоняясь, избегая возможности применения соперникам берлинской системы. H2, H3, ход Фабиана Каруаны, конь Д7, стандартный перевод, конь стоит на Д7 оптимально, ну, важно то, и немножко неудобно для черных в том обстоятельстве, что идеальная расстановка, а именно слон на Е6, пешка на Е6 и конь Д7 здесь недостижима, так как сразу играть нельзя. Не успевают черные перегруппироваться, там конь Ж5, они пропускают с ручьи слон Е6, особенно если черный конь после этого встанет на поле Д7. Ну, конь За3 пока что, коробка эрекировка, слон Е3, и слон черных отступает. Можно брать на Е3, у черных чуточка хуже, на самом деле, вот эта позиция, ну, не то чтобы равная, но она скорее равная, чем какая-то еще. То есть претендовать на заметное преимущество белым здесь невозможно, но кое-что они имеют, и Фабиан Акурану с удовольствием пускается вот в такую вот маневренную игру. Конь Ж6 отец черных, белые играют Д4, и теперь Ханс Ниман мог, сыграв в ферзь А4, чтобы добиться полноправной игры, не хуже было бы у черных. Не то чтобы лучше, конечно, нет, но вот так вот можно было сыграть. Главные варианты следующие. Конь Бед Д6, можно играть ДЕ в начале, и важно то, что на взятии на Е5 лучший ход за черных, конь бьет Е5. Хотя, конечно, может быть, стоило начать с хода ДЕ, а потом слон бьет Д6, чтобы лишить черных выбора. Все-таки здесь можно черными сыграть и ДЕ, конечно. Ну, вот я в таком порядке завел ходы, ладно. Теперь что важно, что нельзя брать на Д6. Этот ход просто нехороший для белых, и контрадака черных, она достаточно стандартная, связана с ходом слон бьет А3. Это не совсем жертва фигуры, потому что в главном варианте, если не брать на А3, то у черных просто лучше, вопросов нет, проблемы никакой нет для черных, а для белых может возникнуть. То есть здесь черные выигрывают форсированно, они бьют на А3 с угрозой конь Ф3 мат, надо играть Ф3, тогда черные отвечают ферзь Ж3, и затем подтягивают ладью через поле Е6, если, ну, там ферзь Х3 и ладья Ж6 страшные вещи какие-то начинаются, отступить, скажем, можно сюда, вот что получится тогда. Тогда конь бьет Ф3, и угроза нарастает, если ферзь Ж2, то ферзь Х4, а ладья вот-вот выйдет на поле Ж6, и белым станет все равно плохо. И так плохо, но станет еще хуже. Ну вот, поэтому белые должны были бы в этом варианте, коль скоро черные сыграли бы ферзь Х4, а белые отреагировали естественным образом, сыграть Ф4, и вот здесь ситуация гораздо более сложная. Ну, скажем, слон С1, можно и ферзь Д3 попытаться сыграть, ну, предположим, слон С1, Д5, то есть, опять же, белые все-таки сильнейшие стороны, точнее сказать, стороны, пытающиеся доказать, что она сильнейшая, что она борется за преимущество. Здесь есть тот самый контрудар, слон бьет Х3, причем, довольно экстремальная ситуация, но все равно этот ход возможен. Если же А, что как минимум вечный шаг, ну, белых это не устраивает, а в случае ферзь Д3, белые могут еще побороться за преимущество. Но ничего у них тоже не выходит, потому что у черных есть сильный ход ферзь Ж3, с угрозой мата на Ж2, и висит слон на Е3. Теперь с ладья Ф2, тогда у черных лучше взятие-взятие, ладья Е8, они концентрируют усилие по линии Е, захватывают, ну, у них более активные фигуры при потерянном равенстве, лучше у черных. Поэтому лучше с белым играть не ладья Ф2, не вот этот вот плохой, неудачный ход, а ферзь Д2 отступить назад, и, что важно, на Е3, конечно, висит, но после взятия на Е3 у белых есть ход Д6, и пешка белых сильна. Но похоже, что вот эти позиции примерно равны. Теперь Д7 невыгодно играть из-за ладья Д8, и постепенно черные окучивают белую пешку на Д7, а в случае ладья Ф2 и слон Ж4 начинается вот такая вот игра, и при этом черные могут взять на Ф2, наверное, это правильное решение, другого нет, иначе черные несут материальные потери. Ну, можно взять на Е2, но у черных просто опасная позиция, у белых сильная проходная. А тут получается форсированная ничья. Причем я продолжаю этот вариант достаточно далеко, от сильнейшей ходы делаю. Ладья Д1 лучший ход за белых, лохородий Е8, гнать пешку вперед смысла не имеет, попытаться надо догнать другую пешку до поля Ц5, черные могут сами сыграть Ц5, Ф5, и вот это просто ничья. То есть сильнейший вариант, ну, здесь можно искрать и ладья Е2, и у белых нет ничего лучшего, чем, ну, вот если черные пытаются играть на выигрыш, то получается вот такая вот штука, все равно ничья, как ни крути, Ж6, лучший ход Ж4, взятие-взятие, Аш5, черные предъявляют свою проходную, но и оказывается, что это ничья, поскольку пешки сторон компенсируют словно бы друг дружку. А если сыграть не ладья Е2, а Ф6, то получается совсем простая ничья, может быть, это и главный вариант есть. То есть белые играют ладья Аш1, а теперь Аш6 сыграть невыгодно, потому что белые играют ладья Аш3 и атакуют спойлер Ж3, пешку Ж7, и перегрузка у черных намечается. То есть ладья Е2, ладья Ж3, защитили пешку Ж2, взяли на Ж7, ну, или отвлекли черные фигуры, потому что, ну, здесь важно что, что ладья Е3 хода нет, это проигранный пешечень для белых, а ладья Е3, Ж3, создает определенные угрозы. Ну, если сыграть король Е7, если сыграть король Е7, то уже можно сыграть ладья Е3, и оказывается, что Эншпиль для черных, вот теперь, после потери темпа, не выигрышный, а проигрышный. Так как размен-размен, король Е8, король Е4, король Д5, и поэтому у белых лучше. Ну, в общем, Аш6 играть не надо, здесь вот тот ход, который мы посмотрели, рассмотрели, на ладья Аш11, надо сыграть ладья Е2, теперь невыгодно брать на Аш7, из-за ладья бьет Ж2, и защищена пешка на Ж7, а в случае хода король Ф3, ладья идет назад, атакует пешку, ставящую на поле Ф6, бить невыгодно, потому что шах и ладья Ж5, и у черных преимущество. В случае Ж4 у черных также получше, как ни странно, но, во всяком случае, не хуже. Белым это не очень выгодно, а после ладья король Ф4 и ладья Е2 получается ничья. Я вот такой себе большой экскурс позволил, по поводу хода Ф4, конечно, вроде бы нелогично, такие дебри уходить, и необязательные, и не строго обязательные варианты, но просто я проиллюстрировал тем самым, что примерно могло бы случиться в случае хода Ф4, на что белые лучше брать не на Д6, а сначала бить на Е5, вот так вот. Вот так вот, вначале на Е5, и получается та же позиция, и после коней Е5, коней Д6 взять, и взять, и взять, и, которые мы рассмотрели. Я начал с хода коней Д6, что не совсем правильно с формальной точки зрения. Ну вот, но Ф4 не сыграл Ниман, а сыграл здесь салон Е6, после чего у белых все-таки получше. То есть они проводят ход Д5, проводят, у них очень гармоничное расположение силы, у черных нет слабостей, плохо черным быть здесь не может, но похуже у них все-таки чуточку есть. Но я думаю, что вот изначальная установка была у Фабиана Каравана именно такая, получить подобного рода позицию, где у белых без риска есть шансы помучить соперника. Теперь, может быть, черным стоило сыграть Ф5. Вот здесь у них нормальная контр-игра, но важно просто постоять, перекруппироваться. Ферзь приходит на Ф7, черный не угрожает, конечно, взятием на Е4, но ферзь ушел с линии Д, можно эту пешку будет защитить ладью, можно подлиннее С что-то предпринять, и, кроме того, поддавливает черное на белого коня на Д5. Все-таки получше у белых все равно. Вот я не буду говорить, что это так уж здорово, и заведомо лучше, чем то, что встретилось партией. То есть то, что сделал Ниман, а именно взятие на Д5, взятие на Д5 и конь Е7, ну, строго говоря, являются нормальной альтернативой. Здесь в скобках подмечу, что нельзя брать конем, потому что тогда белые выигрывают после ладья Д1, ладья Д8, С4, и в такого рода вариантах, ну, не выигрывают, конечно, а получают преимущество, это позиция с преимуществом. Опять же, у белых слон против коня, при игре на двух флангах, при том, что у белых 3 на 2 на ферзь фланги и так далее, поэтому у белых лучше. Ферзь БД5, вот правильная сторона черных, они получают схожие позиции, лучшие для себя редакции, ладья Д1, ладья Д8 и ферзь Е2, белые не меняются в такой редакции, тогда позиция выровняется после конь ГД5. А тут ферзь отгоняется, белые играют на Ж4, и, в общем, сыграет черный ферзь С7, ну, отступи назад, начинают перегруппировки и так далее, по большому счету ничего у белых нет. То есть аккуратной защитой нейтрализуется, вот это самое преимущество белых слона над конем, ну, что-то побудило Нимана, сыграть здесь не ферзь С7, поближе, так сказать, кардинант, как принято говорить, держать руки, какие-то фигуры и так далее, а ферзь А6. И вот этот ход, уж не знаю, зачем он сделан, то есть чувство опасности отказало Нимана. Парировать на ход слона А6, слона А6 все равно не угроза, слон Ж5, но черные готовы сыграть Ф6, и здесь они не опасаются ферзь Е6 уж точно. Не знаю, не знаю. Короче говоря, сыгран ферзь А6, после чего белый банальнейшим разменом и ходом ладья Д1 получают из равной, ну, из чуточку лучше для себя, выигрышную позицию, строго выигрышную. В чем хитрость? Ну, если конь Д5, например, тогда белый просто лосьет удар и дают шаг на С8 мату и черного короля, это понятно. А что будет в случае естественного размена? Оказывается, совсем плохо черным, потому что угрожает вторжение на Д8, на Е8, на Д8 и на Д7, на Д8 это мат, на Д7 просто решающее вторжение, ну, невозможно прикрыть все поля. Вот если бы черный ферз ставил на С7, сыграли бы черные там Б6 или А6 как-то, потом подвели коня, ну, была бы позиция близкоэкранная, разговаривать не о чем. А тут белый ферзь торгается в лагерь соперника, Д8, тогда ферзь Д7, ну, А6, угрожал мат в восьмом ряду, ферзь Е8, взяли на Ф7, защитили за одну пешку А2, ну и, в общем, опять же, лишняя пешка и доминация, и абсолютно выигрышная позиция у белых. То есть, играть ладья бьет Д1 нельзя, подумал-подумал мимо, нагорчився страшно, понял, что произошло непоправимо, и увел ладью куда-нибудь подальше, чтобы она не попадала под удар. Еще что здесь можно сказать? Давайте ладья Ф8, более естественный как бы ход, так попытаемся посмотреть, как-то его так даже отбросил, но слон С5 здесь неприятно, потому что защищать коня нельзя, а если ферзь Ф6, тогда окучиваем этого коня с помощью ферзь Д7, и черные несут еще дополнительные материальные потери, отдают качество, и разваливается все на свете, поскольку действительно, ну, перегрузка, связка и так далее. Поэтому на А8 ушла ладья, теперь ладья Д7, ну, дальше уже это техническая несложная работа. Атакованы две пешки, на Ф7, на Б7, взятие на А2, конечно, пешка Ф7 защищена, теперь Б3, по-прежнему атакованы обе эти пешки, конь идет на А8, потому что если ладья Ф8, то слон С5, и еще хуже для черных, ну, конь Х8, конечно, не панацея, и вообще можно было по большому счету сдаться. Вот такой надежный, крепкий ход, защищающий пешку С2, А6, ладья бьет А7, выиграли Белый еще одну пешку, то есть просто выиграли пешку, у них две связанные проходные, ну, и дальше все, просто Белый надвигает пешки, две связанные проходные, при слоне прекрасном, у черных ужасный конь, стоящий в углу, выполняющий защитительную работу по отзащите пешки Ф7, но от этого не легче. Короче говоря, вскоре, вот чуть-чуть позже, произошла капитуляция черных, сдача партии, ферзь Е7, атакованные пешки на Ж7, пешка на Ж7, ладья на Е7, ладья Ф6, ферзь говорит Е5, выиграли пешку, две лишние пешки, две связанные проходные, ничего черные забрать не могут, черные сдались, и Фабиана Круана набрал два очка после двух туров, победив уже такого довольно серьезного соперника, как Ханс Ниман, все-таки сильный игросмейстер, вот. Что про за столиком номер два? Скажу сразу, что за столиком номер два все-таки ничего столь же интересного не происходило, но дебют партии любопытен, дебют партии тем не менее любопытен, белые сыграли Е4, так поступил Этьен Бакро, игравший с Рихард Рапотом, а Рихард Рапот один из фаворитов соревнований, рейтинг фаворитов турнира, он участник турнира претендентов недавнего, короче говоря, не нуждается в рекомендациях, а сейчас напомню, что Рихард Рапот выступает не под венгерским, а под румынским флагом, в общем, целый ряд гроссмейстеров переехали в Румынию, в том числе и Кирилл Шевченко из Украины, потому что просто, видимо, там хорошие спонсоры в Бухаресте и имеет смысл действительно перерегистрироваться под румынский флаг и выступать за местную команду и местные клубы. Итак, Е4 сыграл Этьен Бакро, который по-прежнему представляет Францию, С7, С6, один из любимых ходов Рапота, то есть он играет защиту каракан, белый играет Е5 и вот современная трактовка варианта, ну вообще защита каракан и варианта со слоной в 5. То есть кони в 3, белые не делают традиционный классический слабый ход к слону Д3, который у черных точно не хуже, а кавалангой черный выиграл уйму партии здесь. Вот Е7, Е6, слон Е2, конь Д7 и короткая архировка. Дальше черные, что важно, черные не могут играть С5, так сказать, этот ход не дает им ничего хорошего, не приносит ничего хорошего, у белых лучше после штыкового стандартного удара С4 по центру. Вскрывается центр, конь Е7, конь С3 и черные просто не готовы к такому противостоянию, а белые готовы. Поэтому А5. Ну как поэтому, можно и не только А5, но учитывая то, что Рихард Рапот, конечно же, эти позиции анализировал тщательно, собаку съел, так сказать, на них и знает, как правильно их трактовать, как ставить фигуры, он играет после А5, после получения ходов А5 и А4, теперь уже С5 при положении пешки на А5 вообще не котируется, но он подрывает основу, так сказать, перчатой цепи, вопреки рекомендации Немцовича, то есть общим философским, не применительно к данному варианту, он вообще был не актуален в то время, когда никто так не играл, не понимал, что можно этого слона на А5 оставлять живым, но уязвимо. Так вот, А5 создается напряжением вокруг поля Е5, белые берут, черные берут, ну вот я вот думаю, вот на Срон А4 можно сыграть Ж5 или нет? Вот такой интересный вопрос. Такое ощущение, что можно. Да, вот ход Ж5 здесь возможен, и я думаю, что именно из-за него, во-первых, Этиен Бакро на эту штуку не пошел, хотя вариант совсем позиции не ясна, после слона Е3 сложнейшая позиция, а скорее всего Рихард Рапот сыграл бы Ж5 в случае слона Ф4, но было взято на Ф6, конь Бет Ф6, теперь уже слона Ф4, никаких же 5 нет, но черные играют конь Х5, белые могли сыграть слон Е3, наверное, черные вправе были бы отступить назад, с идеей слона Д6 закончить развитие, выставить все свои фигуры, поставить на идеальные позиции, позиция тогда уравнялась, и белые не хотят повторять эту самую позицию с помощью слона Ф4 и конь Х5. Но слон Е5, слон идет на жесткое центральное место, белые поднимают поднятую вброшенную перчатку, черные отвечают конь Бет Е5, конь Бет Е5, конь Ф4, у черных свои плюсы, но белые играют слон с Ж4, и в общем центр черных немножко в таком уязвимом положении оказывается, поскольку они еще не закончили развитие своего крадерского фланга слон стоит на Ф8. Однако слон Ф5, слон бьет Ф5, слон Д6, слон бьет Ф5, и теперь, честно говоря, можно было взять на Ф5. Но вот я не знаю, что именно остановило от этого Рихарда Рапота, ну опять же, он сильный шахматист очень, и кроме того, это его репертуарный дебют, наверное, он знал, что делает, и почему он не сыграл Е5. Но ощущение такое, что так играть было можно, потому что, ну скажем, конь Д2, там маркировка и так далее, а воспользоваться чем-то таким, ну, наверное, Ф3 собирать. Какой-то смысл в этом ходе есть. То есть, это могло бы смутить, по идее, обладателя белых фигур, черных фигур, или белых фигур, уж не знаю. Но здесь просто взятие-взятие. Ферзь Ж5, и ничего хорошего не получается у белых, потому что будут гнать коня дальше, он уйдет на Е6. Все у черных великолепно с точки зрения структуры, и позиции получше, а не похуже. То есть, Ф3 не то, в случае конь Д2, можно рахировать, ну и позиция, опять же близко к равной, то, что у белых на Е5 конь, не столь страшно, был бы у черных слон белопольный, стоим где-нибудь на Е6, тогда у белых было преимущество, а тут, перед чернофольным слоней никого преимущества нет, позиции около равенства. То есть, можно было сыграть Е5, но сыграл по-другому. Слон бьет Ф5 рапот, последовало взятие-взятие, вот такая структура получилась сразу. Понятно, что черные гарантировали себе место для коня на поле Е6, конь Д2, рокировка, конь Ф3, и ферзь Б6. То есть, у черных своя контр-игра, но вот любопытно, что наши электронные друзья говорят, что нет, 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 это все видимость, да, у черных вроде все замечательно, но чуточку лучше все-таки у белых, и хотя бы отчасти этому доверять, во всяком случае, принимать в расчет вот эти оценки стоит. Хотя еще, опять же, на глазок все у черных совершенно замечательно, конь стал на блокадное поле, согласно Немцовичу, на Б2 пешка, ну, подвисает, не подвисает, не подвисает, ферзь Б2, ладья ФБ1, ферзь потерялся, но тем не менее. Б3 играют белые, черные отвечают Ф4, проводят какой-то план, вот ощущение чисто зрительное, что у черных очень хорошо, но, собственно, точно не хуже, а на самом деле, не факт, что это не хуже. Ну, ладно, конь Д4, С5, прогнали этого самого коня, ну, избежать размена коней черные не могут, без ущерба для себя, ну, и все, в общем-то, движется потихоньку к уравнению окончательному шансов, упрощению позиций и ничьей. Собственно, случилось, но не сразу, H3, ФЖ6, ФД7, ФД6, не бьют на Е5 черные, почему они не бьют? Потому что, ну, давайте прикинем, что здесь могло бы случиться в случае взятия на Е5, довольно вроде бы естественного. На самом деле, ничего страшного, все равно позиция была бы равной, вот такой вариант, вполне был возможен, взятие на Б6, ну, и теперь можно дать шах с Е1, и получить то самое, что вскоре увидим, вечный шах, после размены, и шаха по полям Е1 и Ж3. Ну, было сыграно ФЕ6, ФБ5, ФЖ6, и вот, наконец, взяты на Е5, да, после такого повторения, белые пошли вот на этот вариант, черные дали на Е1 шах, и соперники, в связи с таким шахом, вечным шахом, согласились на ничью. То есть, вроде бы ничего интересного, ничего слишком интересного, но, тем не менее, вот, дебютное противостояние, такое принципиальное, Рихард Рапот продемонстрировал, как он собирается играть здесь черными, как он защищаться, должен быть в этом, в этом варианте защиты каракан, то есть, какой-то интерес все это представляло. Ну, а теперь, пожалуй, самая красивая партия, самая интересная, самая зрелищная партия, я не знаю, естественно, не видел все партии, которых жуткая уйма на мужском и женском турнире, но вот партии лидеров, скажем так, я все-таки прикинул, посмотрел, наиболее именитых шахматистов, самая интересная партия, это была партия, партия за столиком номер 3 между Александром Предки и Яном Шиштовым Дудой, то есть, рейтинг-фаворитом был Ян Шиштов Дуда, разумеется, участник турнира претендентов и так далее, сильнейший польский гроссмейстер, а Александр Предки, уроженец Ульяновской области, воспитанник Тадятинской шампатной школы, ну и сравнительно недавно он сменил свое спортивное гражданство на сербское, он не один такой, но в данном случае вот сербский гроссмейстер Александр Предки, уроженец Поволжье. Итак, почему эта партия такая интересная? Смотрим. После Д4, первого хода Предки, Дуда сыграл Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, Д5, ну, все нормально, Конь Ф3, Конь С3, извиняюсь, и ДС. Так играть можно, так многие играют, здесь что стоит отметить? Вот черный сыграет Слон Б4, и главный канонический ход за белых, который считался обязательным долгие годы, это Слон Ж5, тогда черные могут сыграть С5, Слон Б4, взятие на Д4, взятие-взятие, ну, поясню, что вот в случае хода Ф5, то есть черные частенько бьют на С3, играют потом Ф5, но вот в данном случае, если черные идут вот на этот вариант, они, ну, в случае хода ЖФ, уберут просто преимущество, поэтому, а в случае хода С3, отступление, нельзя бить на С4, это важный момент, потому что тогда, после коротя Ж1, и взятия на Ж6, в случае рокировки, там у белых решающая атака, Ф4, вынуждается ход Ж6, и черный покород падает матовую сеть, а в случае ЖФ, ладья С1, подвисает Слон на С8, и черные, чтобы не проиграть сразу, должны отдать Ферзя за недостаточный материальный эквивалент, у белых здесь преимущество, близкое к решающему, то есть Ф4 играть в этом варианте нельзя, а в случае взятия вот такого, ну вообще надо сказать, что умельцев, так сказать, или любителей разыгрывать позиции черными, было довольно много, вариант был одним из актуальных, сравнительно недавно, и я не могу сказать, что он перестал быть актуальным, но открылось новое направление, вот опять же шахматисты, которые тихотеют к остро интересной игре, они стали вдруг делать ход Слон бьет С4, чем-то перекликающийся с романтическими, такими решениями, вариантами второй половины 19 века, то есть пешку Е4 хотите брать, берите, но черные должны взять, иначе за что они страдают, и белые делают аркировку, позволяя черным взять на С3 чем угодно, но я думаю, что взятие слоном мы даже не будем рассматривать, а взятие конем не помогает черным в том смысле, что вот эта позиция, в которой белые уже отдали две пешки, на самом деле в пользу белых, например, и самое естественное, что может быть, это короткая аркировка, как вот проигрывает форсированно, почему? Белый играет Ф3, слон атакован, слон должен отступить назад, чтобы фигура не была потеряна, теперь конь Ж5, создается угроза мата, ну, Ф5 это все на Е6 разваливается, и черным нехорошо, там на Б7 еще пешка висит, у белых решающее позиционное преимущество, а в случае Ж6, белый играет Ф3, создают угрозу мата, конь Ж5 защищен слоном С1, на всякий случай напомню, Х5, играют Ж4, рвутся, так сказать, вперед, прорываются к черному королю, и, ну, лучший ход Е5 вроде, то, чем белый должен считаться, угрожает слону Б4, и может показаться, в черных относительный порядок, это не так, белый просто убирается, то есть, забирает пешку Е5, и отступает ферзем на Е3, сохраняя сильнейшую атаку, близкую к решающему, у белых выигрышное положение, ну, например, конь С6, черные заканчивают, или пытаются закончить развитие, и тут вот, еще один очень интересный ресурс, без которого, ну, у белых тоже было бы неплохо, но не так хорошо, а вот ход конь А7 выигрывает очень красиво, и форсировано, то есть, угрожает что, и конь Б8, и более, так сказать, грозно, выиграет коньевший шах, будь ход за белыми, наступление короля, любое, ферзь А6 мат, ну, а в случае взятия, белые дают шах, и за счет того, что пешка Ф7 связана с слоном С4, шах на Ж6, затем еще один шах, затем слон Ж5, слон идет на Ф6, ферзь черных атакован, ну, надо отдать ферзя, например, таким образом, тут белые еще прихватывают фигуру, как минимум одну, дав шах на Ж5, там, по пятому ряду все висит, то есть, белые даже не ферзя, а две фигуры получают, а чистого ферзя за одну фигуру, или просто чистого ферзя, то есть, но здесь проигрывает форсированно, в этом варианте, который не встретился, то есть, если черные взяли бы на С3 конем, а затем взяли бы Солонова, на радио Б1, сделали брокировку, то после Ф3 они форсированно проигрывают, лучший ход С5 здесь, не так все просто в этом разведывании, но после Д5 у белых инициатива, которая более чем компенсирует отстающую пешку, конь Ж5, белый по-прежнему играет без двух пешек, но атака очень сильная, это видно, то есть, и на Х7 что-то такое вот-вот произойдет, ферзь Д3 страшная угроза, и на Ф7 может произойти, например, Х6, вот такая естественная защита, прогоняем коня, чтобы потом вести Слона, тогда конь Ф7, если ладья Ф7, тогда взятие на Х6, и все, то есть, ладья не может отступить никуда, висит ферзь, между прочим, Д8, атакованный белым ферзем, если ладья уходит на Ф8, тогда Е7 шах Слоном, ну и выиграли там ферзя, поставили нового ферзя, и все, если сыграть ферзь бьет Д1, что сильнейший ход, но он не помогает, то белый просто остается лишнее качество, плюс пешка на Ф7, плюс абсолютно выигрышная позиция, вопросов нет, иными словами, взятие на Ф7 ладьей невозможно, нужно брать королем, тогда ферзь Ф3 шах, ну и то, что белые имеют, вот здесь, если как-то по-другому играть, тогда на С3 висит, и на Е6 можно в промежутке взять на король Ж8, а потом нужно полакомиться этим самым, к слону на С3, а тут что? Тут ферзь Ф6, взятие на Е6, нужно играть слон Е6, потому что отступление смерти подобно, там на король Е7 можно на Б7 взять, а на король Ж8 есть 7 шах, ну а в случае слон Е6, играем ладья Б7, затем берем на Е6, затем берем на С3, смотрим. У белых не выигрышные позиции, но у белых большое преимущество, при потерянном равенстве, у черных какие-то руины, уйма слабостей, и белый слон гораздо лучше черного коня. Конь Д7 позволяет сопротивляться, но позиции черных нехороша. То есть это вот по поводу хода конь БЦ3, который не то, что надо, а лучший ход конь Ф6, который сделал здесь Янг Шиштов Дуда, и вот эти позиции, когда черные одну пешку прихватили, забрали на Е4, а потом раз назад со страха, ну правильно, кстати, опасения за свою позицию, за судьбу партии, в случае дальнейшего пешкоедства, вот так называл Аарон Немцович, ну манеру, он, так сказать, относил ее к шахматистам не очень искушенным, не очень сильным, таким молодым любителем, вот видел, вижу пешку, забрал ее, не всегда нужно забирать пешку, не глядя, не подумавши. Вот уходят черные, пешку не взяли, но у белых компенсация очень хорошая за эту пешку, и безусловно, Александр Предки, ну я просто видел одну из партий с его участием в этом варианте, то есть белые получают, ну черные отводят слона, чтобы не было слишком сильной атаки, и ладья Д3. Вот ресурс белых, конь на Е5 стоит мощно, черные прижаты канаты, бить на Е5 не очень выгодны за ДЕ, и так далее, а белая ладья ходит на А3, хочет на А3 переместиться, и какие-то вещи еще, ну слон потом выпрыгнет куда-то, то есть рисунок атаки белых очевиден. Может быть здесь черным стоит РЦ5 сыграть. Ход противоестественный, в том смысле, что ладья на Д3, и вообще черные прижаты, или Д вскрывать не очень то, но в случае взятия на С5, черные отвечали бы Ферзь А5, и у них все хорошо, потому что уже теперь направление главного удара, выяснение отношений, резко сместилось. Никакой атаки на королевскую флангу у белых нет и быть не может, конь на Е5 подвесает, пешка на С5 подвесает, начинается игра в центре, и она благоприятна для черных, потому что все у черных готово к этому самому противостоянию в центре, а не на королевскую флангу. Но, конечно, белые могут не брать на С5, это вариант, напомню, не встретившейся партии, а сыграть слон Ф4, тогда конь Д5, лучший ход, вот как ни странно, потому что иначе, я думаю, что у предки были более глубокие, скажем так, анализ, ну, конь Д5 не обязательно, ход СД тоже можно сыграть, ладья БД4, вот так давайте, по этому направлению тоже продвинулись немножко, но похоже, что здесь ничего смертельного для черных не происходит после хода ферзи А5. Опять же, инициатива в белых выраженная, фигуры стоят очень сильно, все фигуры отмобилизованы, все смотрят куда надо, ладья А1 и так далее, но похоже, пробиться вот так вот в явном виде не удается в вариантах такого типа. Опять же, можно перемещаться, перегруппироваться, как-то исхитряться, но похоже, что черные держатся, хотя позиция выглядит для них довольно опасна, хотя вот у них лишняя пешка у черных. Так вот, а если конь Д5, не СД в этом варианте, который не встретился в партии, тогда конь бьет Ф7, есть удар, то есть вот не факт, что здесь у белых так здорово, но такой удар есть, и с ним считаться надо, и вот более того, характерный, тематический для данного варианта. На ладья Ф7, конь бьет Д5, сло защищен, белые отыграли пешку и доминируют, но черные забирают фигуру, и две фигуры за ладью вроде бы черным гарантированы. Но правда здесь взятие на С5, конь бьет С5, ладья Е3, подзавязные черные, хода слон Е6 нет, хотя почему нет, слон на Ф4 же подвисает, ну, скорее всего, лучший ход вот такой, потому что на слон Е6, я думаю, ладья Е6 можно сыграть, потом взять ланом, и вверх остается лишняя пешка без компенсации. А тут что? Тут надо взять на Ф7, тут можно сыграть Б4, прогнать коня, тут можно сыграть ферсть С4, завязывая коня черных, теперь взять на Ф4 не годится, конем брать нельзя, подвисает пешка ферзь на Ф7, а в случае хода ферзь бьет Ф4, взятие, 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 взятие на С7, у белых очевидное преимущество. Может быть, не решающее, но бесспорное. То есть у белых ладья и пешка за две легкие фигуры, но очень активные фигуры, черные должны будут отдавать, начать пешке свои по седьмому ряду, у белых лучше, это понятно. Лучший ход не ферзь Ф4, а опять здесь, и после БА слон С5, то есть вот черные таким вот кривоватым путем обеспечивают устойчивость своей структуры. Слон С5 не сгоняем, поэтому слон С8 не в опасном положении, белые до него просто не доберутся, восьмой ряд тоже прикрыт, и похоже, что после ладья Е1 и Б5 черные имеют, ну вот здесь есть такой удар, вот, вот это важный момент на самом деле, потому что без хода Б5 черным трудно. Ход в С5 есть, и потом ладья дает шах, бить на ладью нельзя, мат получится, можно сыграть ферзь Ж8, белые забирают в результате форсированного маневра слона на С8, у них лишняя пешка, но после конь Д3 сильнейшее возражение, висит слон, висит пешка на С2, ладья С7, например, король идет смело вперед, поскольку черные делают ставку на что? На слабость первого ряда у белых, и на то, что проходное падение будет очень серьезным, серьезным козырем. При этом если слон Е3, тогда ладья бьет А2, Ж3, ведь огражала ладья А1, шах и мат, и Б4, оказывается, что белые здесь не сильнейшая сторона, поскольку проходная Д очень хороша, очень сильна, и заниматься пешко-ясом с помощью ладья бьет Ж7 чревато для них, для берут. Вот. Ну, можно сыграть по-другому Ж3, ну и то, что лежит на моверности, это вот такой у него Т4. Ладья бьет А2, Е3 тоже приводит к примерно равной сложной игре, но с черной хотят ничью, они могут взять-взять, вернуться к королям на Ф6, ну и в такого рода варианте просто все меняется, и получается ничья. Вот я позволил себе стой длинный экскурс, для того, чтобы, ну, немножечко так проинлюстрировать те богатства, те скрытые возможности, которые скрываются, извиняюсь за скрытые, скрываются скрытые возможности, после довольно естественного, с одной стороны, другого, ничего опасно, контрудара С5. Я подозреваю, что у предки что-то такое проанализировано, потому что вот эта позиция после радиа Д3, до нее с помощью анализа сравнительно легко дотянутся. Безусловно, она должна анализироваться, коль скоро вы белыми собираетесь применить этот гамбитный вариант. Ну, черной сыграли конь Б6, и, наверное, это не оптимальное решение, потому что вот здесь уже, когда черный перегруппировается таким образом и ставит надежный блок по центру, у белых действительно сильная атака. Ладья Н3 с угрозой, ферзь бьет Н7 мат, и нельзя сыграть G6. То есть, ход G6 проигрывает форсированный. Я не знаю, в какой момент началась теория для Дуды, может быть, он вот подумал-подумал, сыграл конь Б6, конь Д5, и недооционировал то, что на G6, ну, трудно это представить, но тоже нельзя смещать полностью. Ну, у белых просто маневр такой, ферзь D2, с последующих ферзь H6, и белые просто выигрывают форсировано. Можно, конечно, отвести потом коня на F6, но там до этого коня белые добираются и матуют черного короля во всех основных вариантах. Давайте вот конь F6 и с родных вот сделают, что будет после этого? Тогда вторглись вот сюда вот, угрожает, ну, скажем, конь G4, конь Е4, конь G4 и так далее. Вот можно, например, забрать эту пешку или нет? Вот такой странный вопрос. Ну, играем с род G5 в данном случае и дотянулись до этой пешки. Надо играть как-то... Ну, уже никак нельзя играть. Конь H5, слон висит. То есть, черные сделали еще ужасный ход. Ну, доведу вариант до мата, просто, так сказать, из таких дешевых эстетических соображений. То есть, G6 плохо, еще раз повторюсь, из-за перевода ферзя через D2 на H6 белые выигрывают. Надо играть F5. Черные сыграли. На самом деле, ситуация не ясна. У белых чуточку лучше. У них более чем достаточная компенсация за поджертвованную пешку, инициативу и так далее. Но говорить о том, что у них выигранная или там просто большой или явный перевес, нельзя. Можно было сыграть слон D2 и не торопиться с теми перегруппировками, которые начинают белые. Но, похоже, ферзь E2 методологически, как минимум, правильный. То есть, белые хотят сыграть слон D2 после того, как ферзь стал на E2, откуда он может быть легко переброшен на крадевский фланг. Опять же, это общие слова. И ориентироваться на них можно лишь с известными оговорками, поскольку ходы делаются по очереди, и в шахматы полны парадоксов и неожиданных совершенно возможностей оценок. Ферзь H5 угрожает. Ну, во всяком случае, это неприятно очень для черных. Там ведь еще, возможно, предварительный размен на D5, потом ферзь H5, и на H6 слон бьет H6. То есть, чтобы не было коней в 6, можно вначале, если код за белыми, поменяться дважды на D5 и сыграть ферзь H5. Черный играет ферзь E8, разумеется, прикрывает это поле. Белые заканчивают развитие вот таким вот образом. Ну, можно было сыграть ладья Е1, и белого было получше просто. Сыграл А4 предки. Спасаясь А4, тогда слон бьет D5, скоть бьет D5, взятие, взятие. Ну, вот начал анализировать. Конь F3 висит слон, черный завязан, надо играть F4 контратаку и белую ладью. Белый играет ладья H4, подставляя ладью под удар черного слона. Черный обязан забрать эту ладью, чтобы не проиграть сразу. Следует взятие на E8, взятие, 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 взятие. Ладья идет на H8. Слон Е7. И вот после слона F4 у белых получше, но черные, судя по всему, держатся вопреки внешнему впечатлению. То есть, то, что черные догнали пешку до А4, несмотря на то, что белые могут забрать на H7, могут давать шахи, например, конь G5, конь B7, но черные активизируются. И контр-игра, связанная с атакой пешки в B2, она весьма существенная. То есть, у черных неожиданно может сейчас инициатива появиться. Неприятные до белых, хотя вроде бы по восьмому ряду черные завязаны. Здесь ничего у белых нет. Чуточку лучше, но не более того, но ничья получается при правильной игре. То есть, по поводу хода ладья 1. Было сыграно А4. Естественнейшие разражения не допускают продолжения опять А4 белой. Они исходят белые из того, что потенциал позиции белой достаточно высок, несмотря на отсутствие пешки, но у черных нет контр-игры. Они уже прослабились ходом F5, белые подтянут ладью, все белые фигуры будут участвовать в игре в атаке, постепенно нарастающей, накапывающейся на позицию черных и черного кроля. Слон F6, ладья 1, все естественно. C6, укрепили черные, центр. Ну, белые могли сыграть конь F3. Понимаете, вот может быть конь F3 лучше, не лучше, не хуже, чем G4. G4 сыграл предки, на самом деле, сделал самый жесткий, самый такой активный, агрессивный, естественный, романтический ход. В Сруссе конь F3, что белые хотят? Белые хотят на слон D7 перегруппироваться и заиграть по полям. То есть, у белых просто огромная компенсация, чисто позиционная, за пешку. И вот они могут, ну, скажем, лучше, несмотря на отсутствие пешки. Игра по полям, на E6 висит, ну, слава. Конь D5 перекрылись там, отступили, защитили коня. Кармаладе E8 сыграли конь E5. Вот такая вот, такого рода игра, и оказывается, что белых все равно лучше. Немножко. Но это, конечно, малодушие, это отказ от духа варианта. Мы вперед, мы в атаку, мы играем G4, мы все вскрываем, мы хотим поставить мат. Ситуация не ясна, и на самом деле, объективно, если бы черные сыграли слон D7, и белые, предположим, нагнетают давление, атакуют пешку F5, сразу меняться никакого смысла нет, потому что лучше держать за пазухой потенциальную возможность вскрытия, ожидая, дожидаясь того момента, когда это будет действительно очень неприятно для соперника, выгода для вас. Скажем, ладья D8 там, ну, конь бьет D5, можно сыграть ферзь F3, вот так вот трактовать эту позицию в случае слона D7. Что было бы, я не знаю. Но, не выдержали нервы, не вынесла душа поэта, имеется в виду Яна Кшиштова Дуды, он взял на E5 и пошел на жуткую позиционную уступку, после которой позиция черных стала уже явно хуже, однозначно хуже, на существенную величину. Сказать, что у белых совсем выгода нельзя, но лучше, безусловно, у белых. Слон D7, теперь уже взятие на F5, ладья бета F5, ну, взятие F, это под E6, вообще-то, ну, под все на свете. Давайте прикинем, видимо, конь бьет D5, конь бьет D5, играют слон C3, бить на C3 нельзя из-за E7 шаг, а слон по небольшой диагонали зверствует, там ферзь E5, ну, может быть, белые возьмут на E5, если понадобится, на D5, потом ладья G3, идея ферзь E5, там черный просто не удержит пешку G7, а если они сыграют G6, то получат мат по диагонали. Вот такой рисунок атаки белых, если черные сыграли бы EF. Поэтому, естественно, ладья бьет F5, после слон C2 у белых огромное преимущество, они выигрывают качество. Не хотелось размениваться на мелочи предки, это естественно. То есть, белые, играя в слон C2 или сыграв в слон C2, сказали бы, я готов довольствоваться лишним качеством. Черные ответили, наверное, ферзь F7, взятие, взятие, вот такая позиция. Компенсация за качество неполная, у белых ясное преимущество, но черные окопались и еще предстоит долгая игра. А конь E4 ход более жесткий, то есть, опять же, белые фигуры активизируются, на D6 конь лезет, может быть, на G5 полезет, но пока конь E4. И черные должны были хладнокровнейшим образом взять на E5. Они это не сделали. Вот пешка-то висела. Тогда белые, наверное, продолжили бы ладья G3, потому что чем еще атаковать? Ферзь H5-то сыграть нельзя, куда его выбрасывать? Ладья G3, ну, идея слон C3 сразу или постепенно возникает. Ну, и кроме того, идея конь F6, что самое главное. Угроза конь F6 и GF нет хода, ладья на G3 стоит. Опять лучший ход. Теперь, по-видимому, ферзь D3. Опять же, не хочется размениваться на мелочи. Вот конь F6 что такое? Что это такое? Это продешевление, то есть вот в этой позиции черные имеют на доске две пешки за качество и возможность окапываться. У белых лучше, но можно и сюда пойти, на самом деле. На A5 еще пешка висит, но есть ход конь BD5, вот черные как-то окопались. Там слон H6, вынуждается ход G6. У белых преимущество. Можно сюда пойти. Можно сыграть ферзь D3 и играть вот такую позицию тоже с сильной инициативой. Я не знаю, что бы на Lg5 сделал. Ну, скорее всего, действительно, на Lg3 ход был бы сделан. И на Fh5 тот самый ход, который как-то я указал в качестве первого наиболее естественного с переходом в Эншпиль с перевесом. На Lg5 черные не сыграли. Сыграли Fh7, так поступила на Кшштов Дуда. И после Fg4 уже ситуация изменилась совсем драматично для черных. Здесь у белых просто строго решающая атака. Раньше у них было просто преимущество, а сейчас решающая атака, которую невозможно парировать. Lg5 теперь. Ну, Fg3 выигрывал партию. Атакуя Lg5. Если Lg5, тогда Kd6. Если Lg5 отступает на F8, тогда слон g5. Kf6, слон c2. Просто вот как часы все белые фигуры подтягиваются, угрожает взятие на h7. Приходится идти на какие-то вот такого рода ослабления дополнительные. Теперь слон h6, угрожает слон bg6. И все, фактически. Ну, красиво. Красиво развивается атака белых. Все фигуры, как вот по расписанию, входят, вбрасываются вперед. И, наконец, создается неотразимая угроза взять на h6. Слон e8, что это такое? Ну, можно... Есть еще такой ход, слон f5. Перегружаем. На h6 хотим взять. Страшно и ужасно. Ну, если уж слон f7, то ладно, так и быть. Взяли на f8. Ну, и в случае взять... Ну, на e7. На e6 потом возьмем. Точно или нет? Не точно. На f7 вначале возьмем, разумеется. Ну, любое взятие на f8. Вначале, разумеется, возьмем на f7. А потом уже, когда черные заберут, на f7 возьмем на e6 и все, разгромим. Вот. Это по поводу хода ладья f8. Лучше играть было бы ладья f6, вот, варяйте, после ружи 5 белые выигрывают качество, задарма, так сказать, и продолжают атаку. Сразу форсированного, мотующего какого-то выигрыша нет, но очень хорошо убил. Это по поводу хода ладья f5. Было сыграно, то есть могло быть сыграно ладья b3, это боковой вариант, не основное развитие событий. И теперь слон d2. Тоже видно, что за качество черной компенсации нет. Две пешки есть, компенсации на самом деле нет. У беру продолжающаяся атака по всем направлениям. Главным образом по диагонали c2 h7 и по линии h, но по линии g тоже и по линии e тоже. Плохо. У свежи 3 было бы. Сыграно было слон c2, что довольно естественно. Ну, теперь ходом h5 как-то черные окапывались. h5 очень важно включить, поскольку придется его делать в гораздо худшей для черных редакции. Тут конь c4, какое-то подобие контр-игры. На самом деле, после хода слон c1 все равно плохо. По большому счету у черных, но они как-то держатся и сразу не проигрывают сыгра в коне f6. Ну, ферзь d3 можно ответить. Вскроется диагональ, атака продолжится. Наверное, она перерастет решающе. Но и сразу, не сразу. Ход конь c4 вместо h5 был сделан сразу. И здесь различие с тем вариантом, который мы видели только что, в том, что белые играют слон g5 и на отступлении ферзя с атакой ладьи. Белый играет просто ладья e2 и ход h5 уже не идет, потому что не идет, потому что заберут белые эту пешку. А на поле h7 разразится вот-вот катастрофа. Я уж не знаю, даже конь f6 угроза. Наверное, угроза. Конь f6, взятие слон f6 и костей не соберешь, все развалится совсем. g6 сыграл здесь Дуда в безнадежной позиции, последовал ферзь h4, угрожает мат. h5, ужасно для черных редакций, но здесь совсем плохо, в отличие от той ситуации, когда было не совсем. Хроднокровный правильный ход ферзь g3, не нужно торопиться. Пешка g6 слаба, поле f6 слабое, ну кто-то залезет на f6, потом ферзь b6. Ферзь b2, ну ладно, ферзь b2, ферзь b2, конь f6, конь залез на f6. Король g7, понятно, что бить совсем худо, слон f6, и там потом ферзь b6 и мат. Вот, а тут король g7, конь бьет h5, тоже ход естественный взятие. Слон h6, красивый удар, можно сказать, что недооценировал соперник, но срона f6, король g6, а здесь бить слона нельзя, потому что мат g6 в один ход, срона c2, это живо еще. После хода король g7, первые дали шаг, ну и, в общем, черные сдались, не дожидаясь этого мата, который через ход был бы дан. То есть, очень элегантная, очень эффектная, очень красивая победа уроженца по Волжье, сербского гроссмейстера Александра Предки. Давайте подведем итоги. Я думаю, что за это время что-то такое изменилось, но не буду, начал менять уже положение камеры, вдруг понял, что камера у меня далекая, а не на компьютере, поэтому крышку компьютера особого смысла двигать не было. Вот. Итак, просто смотрю, какие результаты появились за это время. Ну, кое-что было уже известно и до того. Фабиана Круана выиграл у Нимана, мы знаем, Предки выиграл у Дуды, тоже знаем, Аржуна Ригази черный выиграл у испанского гроссмейстера Давида Антона. И, в общем, я не вижу больше результатов среди шахматистов, которые составляют лидирующую группу. Иными словами, скорее всего, Фабиана, Предки и Ригази будут в лидерах. Кто с кем окажется спаренным в третьем туре, я не знаю, но можно от этого об этом отчасти гадать. Что касается женского турнира, смотрю на них, на женщин. Я Танжуни выиграл черными у Диви Дашмах, выиграла Анна Музычук свою партию, проиграла свою партию Валентина Гунина, выиграла партию Антуанетта Стефанова, выиграла Ирина Бульбага и выиграла Мария Музычук. Что у Горячкины? Я пытаюсь понять, где она вообще находится в этом большом списке. Что-то я не вижу. Где же Горячкина? Вот Горячкина. Горячкина сыграла в ничью. Горячкина сыграла в ничью, и, на первых двух турах, она сделала две ничьи, что, конечно, достаточно скромный результат, но, с другой стороны, мы не забываем о том, что Александра Горячкина уже завоевала право, имеет право выступить на турнире претенденток, поэтому выигрывать вот эту Большую Швейцарку и не обязательно, хотя, конечно, она очень была бы не прочь поступить именно таким образом. Ну что ж, наш очередной выпуск, посвященный проходящему, по большому счету, можно сказать, проходящему на острове Мэна в городе Дуглас событию Большой Швейцарки Гранд Свис Фиде, Фиде Гранд Свис подходит к концу. Я напоминаю, что мы начали выкладывать наши выпуски, посвященные дебютам, дебютной теории, развитию дебютной мысли, дебютной моды и так далее на Патреоне. И те, кто желают подключиться к этому, получить доступ к просмотру этих программ, а вскоре появятся и новые программы, посвященные вот этой тематике, так вот, те, кто желают это сделать, могут посмотреть, изучить описание к этой программе, к другим программам и сделать этот самый свой выбор, что совсем недорого, если вы хотите только всего лишь получить доступ к просмотру этих программ. о том, какие дополнительные возможности при этом могут открыться еще, также в описании имеется запись. Ну, а теперь уже действительно окончательное все. И я прощаюсь с вами, использую эту формулу, которую мы с Мариной на протяжении почти 20 лет прощались со своими телезрителями, зрителями на спортивных каналах НТВ+, на каналах НТВ Мира, НТВ Америка, играйте в шахматы и выигрывайте, обыгрывайте своих соперников. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok